друзья мои всем привет приветствую на канале смотрите какая у меня шикарная мята дочка ездила в гости к подружке и привезла подружка турчанка и вот смотрите она привезла видимо вот видите это она срезала эта подружка срезала и вот она дала вот такие вот по два боковых побега вот здесь один в общем смотрите какие шикарные корни земля там хорошая видимо было и дочка говорит я старалась выдирать с корнем в прошлом году она уже привозила мяту я ее посадила она ведь мама где мята где мята я сегодня показала где мята растет очень мята у нас растет я вам тоже ее покажу а сейчас я просто буду вот эту вот мяту но вот это здесь уже обрезать ничего не надо вот это вот готова к посадке полностью ты досмотрите какие молодые такие белые корни есть конечно и старые но вообще отличное растение вот только сажая вот видите тоже обрезано два листочка вот везде прям просто это отличный вариант смотрите как он распушается будет такой красивый красивый куст а то что кстати осадила в прошлом году она же во первых его не нашла и во вторых не сделала обрезку поэтому она растет длинная длинная палка вот будем а вот смотрите вот такая вот такая смотрите какая корневая обалденная да но надо надо вот так сейчас я вот так обрежу и это сейчас мы или заморозим или засушим ну сейчас мяту будем как говорится заготавливать на зиму скорее всего я сейчас заморожу в пакет тоже все вам расскажу покажу вот короче делаем вот так обрезку и так этот у меня шикарный костик он готов так берем 2 где 2 2 вот этот видите смотрите где-то выдрала дополнительно видите как она распространяется по земле и земля я смотрю такая прям лиственная сразу вот так вот делаю обрезочку кстати она смотрите вот везде дает боковые боковые побеги вот везде везде сразу по два в пазухах вот это мы обрезаем вот это будем все сажать укоренять и так каждый 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 в общем дочка сильно любит мяту она везде ее суют я как бы так смотрите вот это вот она вырвала с корнем да вот здесь вот обрезалась дает боковые побеги вот мы это все уберем а вот здесь вот она дала боковые побеги они отросли но это надо для посадки надо сейчас обрезать потому что для посадки это не не нужно будет тянуть лишь лишние листва будет тянуть лишние сохнуть хуже будет укореняться все мы вот это обрезаем вот вот так прям я обрезаю и оставляю вот такой вот видите корешки отличные отличные и так вот я обрабатываю каждый свой кустик а вот эти вот сейчас сохраняю буду обрабатывать заготавливать на зиму все друзья хотела показать смотрите какой суперски суперски да какие хорошие корни и вот вот была произведена обрезка вот уже выпускает молоденькие и здесь вот эти вот все растут их можно кстати можно немножко прищипнуть чуть-чуть прищипываю вот буквально это я все использую сейчас на зелень на а это еще даст в пазухах еще боковые и будут пышные куски и каждый вот такой кустик я посажу на расстояние сантиметров 15 она дочка сказала мам засади чтобы знаешь она расползалась распространялась и я хочу сказать что мята очень любит влагу поэтому я посажу на западной стороне где вот наш дождь идет и там захлестывает видите смотрите вот молодые корешки в общем все обрабатываю а вот кстати смотрите молодой какой все с корнем молодой мы вот так обрезаю вот по эти вот обрезаю по первые два листика оставляю видите такой хороший корешок вот это все пойдет на укоренение а это пойдет на заготовку на зиму а вот вообще смотрите какой шикарный шикарный корни молодые побеги молодые побеги и вот это тоже вот так вот все обрезаю вот вот так оставляю по листику и это сейчас все будем укоренять а вот друзьям мои смотрите какой старый куст и вот вот здесь вот тоже смотрю немножко подгнил что ли корень обрежена ну вот вообще все они хорошие видать как расползаются вот и вот он какой вот он какой вот здесь где-то был обрезан наверное в прошлом году и вот он раскустился и мы сейчас также его обкромсаем всем обкромсаем вот здесь вот больше укоренять и не надо вот здесь вот дал корня и он и сейчас раздвоится каждый кустик будет шикарный вот так посажу укоренем вот так и будет шикарный вот видите где-то как тянулся почему-то в бок может быть в тени неизвестно я не знаю где он рос вот уже видите старый ствол старый ну а вот молодой и еще хочу показать один пример смотрите ну вот здесь вот корни по обломались да но все равно это вот это все даст корни и вот смотрите как он старый была обрезка вот видите старая обрезка вот была обрезка и он как распушился и какой хороший кустик получается много-много и я уже с него срезала сейчас уже часть короче получается надо делать часто обрезку вот здесь можно можно и не делать пока не тоненький прищипку можно делать уже вот такую прищипочку так не получается они толстые ну как смысле не такие хрупкие вот вот такой шикарный я показываю мяту которая в прошлом году я сажала осенью глубокая осенью прям в октябре наверно вот прекрасно прижилась все все она растет вот она но что хочу сказать тут вот есть старый засохшие вот но от корня она прижилась сейчас я ее еще тоже подстригу покажу потом как вам я подстригла и все и здесь же рядом я посажу остальную рассажу вдоль рядок рассажу остальные вот сейчас которые новенькие мяты в общем сажаю вот здесь вот вдоль дома дур дома так и посажу и так я вот здесь скопнула и вот хочу показать мы видим где вот это черная это сверху садовники сыпали мульчу а вообще какая-то земля вот непонятная какая-то черная но не чернозем это с роду не чернозем а какая-то глина не глина черту знает что здесь вот такое творится но я ее не проверяла не на какие качества там вот видите сверху чернозем но не чернозем а вот это то что мульчу сыпали вот она здесь конечно получше а все остальное это полная но короче сейчас вот здесь вот я решила вот так вот просто рассажу ну как в хаотичном порядке а кстати где стоит лопата я еще хочу ромашечку посеять дочечки она тоже и употребляет постоянно поэтому думаю дай-ка дочечки а ромашечку посею в общем сажаю пока сажаем вот так вот расправляю корешочки так надо все их присыпать поглубже все-таки и присыпала все и сделаю такие луночки для чего немножко луночки пока луночки чтобы можно было ну как бы вокруг пролить и чтоб вода вот здесь оседала мята вообще любит влагу она в основном растет там где много влаги влаги вдоль рек вдоль ручьев как-то вот так вот не у нас там тоже в алмате мы сажаем где больше воды она там хорошо и приживается ну вот так все сажаю стальное потом покажу в конце как все получилось ну и вот мои золотые все посадила посадила вот таким овальным рядочком таким косым кривым и сейчас надо хорошо пролить у меня кстати здесь шланг почему-то не дотягивается ну-ка как бы коротковат надо наращивать поэтому я сейчас вот этой скребанной леечки такая какая-то я сейчас все полью на два-три раза это сейчас я вот просто предварительно поливаю да а я пролью так что она здесь будет водичка прям хорошо пропиталась чтобы вот видите все все посадила посадила мяту завтра по-моему или послезавтра я не помню то но по прогнозам там дождь на днях будет так что супер вот это чё растет я даже не знаю на сломать это ну я у меня нету я не знаю даже как это называется ну тут хосточки рядом здесь а нет можжевельник все сейчас еще 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 это я все вылил вот таких минимум три лети минимум три сейчас хорошо пролью что все вот посадил уже в прошлом году все прижилось вот она красавица надо срочно срочно обрезать срочно обрежу и все сделаю ну вот так друзья я обрезала вот эту мяту вот смотрите сколько срезала сейчас буду перерабатывать делать заготовки на зиму все покажу расскажу и вот так вот я все обрезала вот она сейчас раздвоится распушиться будет супер и вот вот мои посадки полила тремя лейками вот так вот получилось дошли руки у меня теперь для мяты срезаны и сейчас я взяла досточку и ножик какой этот и начинаю крошить мелко-мелко всю мяту прям и стволики будут крошить и листики буду крошить вот знаете вот как меленько как на салат и вот у меня такой есть пакетик зип локовский и вот сейчас все сюда забью и все и так я перерезала сумято вот вот столько у меня получилось пакетик зип пакете довольно таки много я это сейчас все замораживаю она такая сухая и все потом в любой чай в любые коктейли в любые блюда можно добавлять вот так вот друзья на этом все все мое видео нравится видео подписывайтесь и до скорых встреч пока пока